Российские пропагандисты продолжают мечтать о присоединении к России новых территорий. В этот раз в поле зрения кремлевского пула попал Узбекистан. Писатель из Федерации Захар Прилепин уже предложил расширять границы России за счет Узбекистана и повышать за счет этого рождаемость. Чем больше русских, тем менее некорректно ведут себя, как Прилепин назвал мигрантов. Понаяхавшие после резких высказываний писателя российского посла вызвали в МИД Узбекистана. Детальнее о том, почему Россия не скрывает своих оккупационных имперских амбиций, далее расскажет наша коллега Лариса Зубенко. Россия традиционно имела влияние на страны Центральной Азии. Аннексия Крыма и боевые действия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, начатые Москвой, дали азиатским государствам понять – Россия – агрессор, зависимость от которого может обернуться потерей территорий. С начала полномасштабной войны против Украины часть бывших союзников Кремля решила переориентировать свою внешнюю политику на Запад. Здесь есть разная градация. Скажем так, и с Таджикистаном, особенно, где находится большой контингент российских войск, и с Киргизией. Там, в принципе, достаточно такие отношения четкие, полностью, когда есть Узерены, есть вассалы. С остальными странами сложнее, конечно, с Казахстаном, Узбекистаном и Туркминстаном. Франция и Германия – среди стран, которые почувствовали слабость России, активизировали свои дипломатические визиты в государства Центральной Азии. Не стоит забывать и о Китае, говорят эксперты, сильном игроке в регионе, который способен гарантировать безопасность. Ослабление России, оно чувствуется, но в то же время не происходит полного замещения ухода России из региона, замещения Китаем. То есть во время и пространство это замещение не синхронизировано. Россия уходит военно-политически, выходит из больших поставок вооружений, из-за войны в Украине, из-за больших потерь, уходит из рынка вооружений, скажем, в Казахстане, на первое место приходит Китай, но Китай не спешит обещать какую-то военную помощь или помощь в борьбе с дестабилизацией в регионе. Излюбленный Кремлем рычаг влияния газовая игла может больше не сработать в Центральной Азии. После того, как в Карабахе прекратились боевые действия, поставки голубого топлива из Федерации уже не критичны для региона. А проект Транскаспийского газопровода, который обеспечит транспортировку природного газа из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан и Грузию в Турцию и далее в страны-члены Европейского Союза, может быть реализован. У России все меньше и меньше инструментария для удержания стран страны Азии в своей орбите. Создаются новые благотворительные условия, позволяющие странам выходить на рынки Европейского Союза и мировые рынки через Южный Кавказ. С другой стороны, Китай также наращивает свое экономическое присутствие. С 2019 года даже есть военная база Китая на Памире в Таджикистане, патриарирование границы с Афганистаном. Эксперты напоминают, некоторые страны Центральной Азии, вопреки угрозе введения вторичных санкций, продолжают помогать Москве обходить западные ограничения. Поэтому для Кремля критично важно не потерять влияние в регионе. Регион для нее стратегически важен. И, в принципе, Россия как его рассматривала, как верных покорных восставов, так она сейчас и тоже рассматривает. Тут, в принципе, ее позиция не изменилась. И единственное, что она, конечно, реагирует болезненно, когда, в частности, Казахстан пытается проводить какую-то более независимую политику. Несмотря на угрозы пропагандистов и попытки шантажа, бывшие союзники России один за другим уходят из-под ее влияния. А продолжение полномасштабной войны против Украины лишь усугубляет положение Путина, уверены эксперты. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.